Всем привет, народ! С вами Андрей Вар. Раз появился я в кадре, это значит, что значит будет видос про Школу Бичеров? Обычно все хорошо отзываются, все ждут, но все-таки иногда случаются маленькие комментики, которые типа недовольны тем, что я снимаю Школу Бичеров и тем, что я такой взрослый и троллю детей. И пишут, а не слабо ли тебе протроллить взрослых? Можешь ли ты взрослых протроллить? И что я вам отвечу? На слабо меня взять? И да, вот четвертая часть сегодня будет по Школу Бичерам, да, здесь не будет детей, совершенно не будет детей, все будут взрослые, но по взрослым, если честно, я понял, что снимать неинтересно, потому что они с таким пафосом, с таким умным видом преподносят всю эту информацию, вот в принципе, как я перед вами сейчас. И это неинтересно троллить, в основном они, правильная интонация, правильная дикция, в принципе, в основном правильно все говорят, и это неинтересно смотреть, если честно. Но я собрался, то есть решился показать вам всех известных ютуберов, прям всех известных ютуберов, которые снимали по Бумбич хотя бы 1, 2, 3 видоса и пытались на этом, как и дети, хайпануть в свое время, там, в далеких 14, 15, 16 годах. Так что встречаем четвертую часть Школы Бичеров, погнали! Мы заходим каждый день в игру, и перед нами всегда очень сложный выбор, что же брать вот в этой табличке. Я советую никогда не брать ресурсы, то есть либо брать алмазы, либо брать фрагменты, либо дарко, либо красные, либо синие, в общем, все, кроме зеленых. Если нету ни алмазов, ни зеленых, то вы лох. Я думаю, все узнали голос Тащерки, хотя немножко он изменен сейчас в новых видосах, при том еще он не так сильно матерится, но уже, уже начинает немножко подкалывать. Он первый, кто начал снимать вообще по Бумбичу видосы, буквально через несколько месяцев, как только игра вышла. Это седьмое видео, то есть у него было шесть еще по Бумбичу, но остальные он, походу, уже скрыл, потому что они вообще ничего не набрали, никаких просмотров. Это единственное место, где мы можем брать даг-фрагменты. Именно отсюда, завоевав эти базы, каждый этап, берем все сложнее и сложнее, естественно, базы идут с каждым этапом. И чем выше мы продвигаемся по нашей лестнице, тем больше зарабатываем бонуса. И берем ачивку, какую только что заметили. Самое прикольное, что он играл всего неделю, но уже правильно фармил, правильно думал. Не то, что многие ютуберы, которые снимали для нас видосы, а на самом деле были фермерами, которые вообще ничего не могли в Бумбиче сделать. То тут еще, как видим, золота и дерева мало, но зато очень много камня. Мне очень нравится тем, что, ну, с обычных атак, естественно, камня ты много не возьмешь, в основном ты берешь либо дерево, либо золото. Я, то есть, атакую либо такой армии, где... Я, честно, не запоминаю эти названия войск, то есть вы поняли, пулеметчики эти, гранатометчицы и солдаты. Почему? Ну почему ни один ютубер не может назвать правильно войска в Бумбиче? Этих ядик с молоточками ближнего боя, которые, когда бьют, используют скилл вампиризма и хилятся. Пока мы не несли, я, как помню, я потери. Монтаж он тогда слова еще не знал. Это вот одна из хитростей. Как видим, мы в стороне оставляем вот те пушки, которые стоят сбоку. На самом деле, он очень сильно спрогрессировал за эти 4 года на ютубчике, потому что сейчас его видосы ни в какое сравнение не идут с теми старыми видосами, которые он снимал только-только появившись на ютубе. Красавчик! Здание тут уже нехилое, как видим. Два здания стоят слева и два здания сбоку. А главный генштаб стоит по центру. Если бы Тащерка сейчас снимал видос по Бумбичу, он бы сказал, что главное здание стоит в жопе. Вот 100% гадалки не ходить. Мы просто уничтожаем вот эти две пушки, Мортор и Миниган, Мичиган, не помню, как называется, вообще почти не играем в Бумбичи в конце видео, я вам расскажу, почему. Тащерка уже тогда, в 2014 году, узнал, что Бумбич снимать не надо, надо снимать Clash of Clans и ждать, когда на свет появится Clash Royale. А сейчас секретики от Тащерки. Следующая хитрость связана с тем, что не надо ставить здание в упор. То есть мы видим здание в упоре, мы кидаем артиллерию, сносим три здания и задеваем главное. А когда есть пробел, мы не сможем затронуть два здания, даже если стреляем ровно по центру. Видите, все равно задевается только одно здание. А сейчас снова шуточка на миллион от Тащерки. Следующая хитрость связана с экономией. Не экономика, а от соси условника. А теперь перейдем к тому, почему эта игра по мне. По мне эта игра говно. Но мне непонятен смысл этой игры. Это мое мнение, останется при мне оно. Давайте подытожу. Мне игра непонятна, поэтому она говно. Привет, друзья! С вами Рудосков Алексей. И это первое видео на канале Кабум Ти Ви об игре Бумбич. Итак, что же мы сегодня увидим? Чтобы вы знали, это когда-то был самым большим каналом по Бумбичу. Чисто снимали Бумбич, набрали 50 тысяч плюс подписчиков. Но потом поняли, что реально сил тратится много, а выхлоп нулевой. Но я играю армией, которая состоит из гигантов, медиков и зуб. Ну да, у него на самом деле реально жесткие статуи. Это тащили 2014 года, которые учили играть. И на их видосах, почему так много всяких зеленых статуй? Потому что на их видосах все люди учились играть. Но это жесть. Как видите, на 2014 год картинка очень страшненькая. В 2018 она гораздо лучше. Немного долго подгружается. Сразу скажу, что я играю с компьютера первый раз. Поэтому, возможно, будут какие-то косяки. Это довольно-таки скучная база. Никакого экшена. То есть самое прикольное, он сам понимает, что херню снимает реально неинтересно. Но снимает. Потому что надо что-то снимать. Надо как-то продвигать канал. Кстати, даже на 28 уровне ни одной потери. Здорово, классно, весело. Голос вообще веселый на все 110%. Кстати, интересный довольно перевод. Зуки называются десантниками. Если бы в России мы назвали наших десантников зуками, то я думаю, их реакция была бы очень неоднозначна. В 40-й левел, то есть он уже играет как минимум полгода. Он до сих пор думает, что десантники это зуки. И поставлю... И покажу вам свою лабораторию. Почему нельзя нормально назвать? Гиганты также 12 уровня. Гора. Опа, гора называется оказывается. 40-й левел. Привлекательная ракета 4 уровня. Что ж, я думаю, что я не найду о чем с вами поговорить еще 15 минут. Но я бы, конечно, мог найти. Но от этого бы наше видео растянулось катастрофически долго. И его бы смотреть никто не стал, наверное. Честно, видео и так на 30 минут. Еще 15 минут я вообще к концу двинул бы на этом видосе. В конце он таким же нудным голосом снес 10-ю стадию Хаммермана. Да, раньше было их 20. В 40-м он только мог снести 10. И то еле-еле-еле. Вот в Clash of Clans недостатков нет, а вот в Boom Beach одни недостатки. Если ты играешь неправильно, это не значит, что игра говно. Это ты просто играешь неправильно. На самом деле, вот он снимал еще до Шторма. Тоже начал давным-давно, там в 2015-м году. Но тоже играл не Айс. И это первое видео, вообще, если бы я такие выпускал видосы, меня бы просто нахуй послали. Вот без шуток. Только один рабочий. Второго, третьего, четвертого вы не сможете купить. Их просто нет. И из-за этого все очень долго, муторно делается. Ничего, что в Clash of Clans 5 рабочих, но все настолько долго строится, что там раза в два больше по времени надо, чтобы развиться на максимум, чем в Boom Beach. Ну, я надеюсь, буду продолжать дальше видео снимать. Буду вам рассказывать, что да как делать. Бой вам не могу показать, так что извините. Только что провел его. Провел его весьма неудачно. И вот именно в этот момент, когда ты не можешь ничего показать, надо снимать первый видос по Boom Beach. Если бы я и так снимал, меня бы еще раз послали нахуй. На Докторе Терроре можно очень хорошо подзаработать ресурсов. Особенно если, допустим, поставить шедевр на Boost. Сейчас он у меня 29%, с Boost будет где-то 48, 49, а может и больше даже. Бля, здесь просто умножается на 2, получается 58% и все. Нахрена ересь нести в камеру. Так, чтобы вам еще такого рассказать. Интересненького. Самое прикольное, что в 2015 году можно было снимать абсолютно любую чушь. И ее смотрели, потому что видосов было мало, игра была молодая. Всем она нравилась, все интересовали, что за она. И поэтому просмотры были, лайки были, а контента не было. Привет, друзья, с вами Арчер. Всех поздравляю с обновлением. Да-да-да, это Арчер. Я думаю, некоторые его помнят, кто меня смотрит. И уже картинка, в принципе, нашего времени. То есть, уже нету этих черно-белых страшных зданий. Уже все новенькое, уже все новое и красивое. И вот второй террор. И пока что все то же самое. Я сношу ракетницы артой и добиваю критерами. Сразу скажу, это его не первый видос. Наверное, он первый видос и поудалял. Поэтому он ведет, в принципе, адекватно. Монтажик у него уже тогда присутствовал. Плюс аптечка лечит в критерах. Шок. У меня, в принципе, остались бусты с предыдущего террора, который был еще 20 уровня. Я его добить не успел, потому что полезла обнова. А висит у меня буст на канонерку и буст на атаку. Честно, мне кажется, он записывает видосики под пивасик, но оттачит он реально хорошо. Я думал, если честно, что он оттачит хуже, а оттачит он достаточно неплохо. С точки зрения применения критеров, я сейчас в ПВП тренируюсь кидать их перед тем, как кончается дым на штабе, для того, чтобы пушки аглились именно на критеров и только потом переходили на торов. Если честно, видео короткое, видео познавательное и достаточно неплохое по сравнению с другими видосами, где 30 минут льют воду непонятно почем. Здесь все информативно, наглядно показано. Плюс, я как повторюсь, еще монтажи. Но это 100% не первое его видео, поэтому первых видео мы не увидим по Бумбичу. Всем привет, с вами Инвайдер и это первое видео, в котором я расскажу, какие игры буду я снимать и какие видео вы можете увидеть на моем канале. В общем, поехали! Моя ошибка, как и ошибка Инвайдера, снимает он не хайповые игры. Итак, в основном я буду снимать видео про игру Бумбич, потому что она мне больше всего нравится и я считаю ее одной из самых лучших игр на мобильное устройство, но также хорошая игра Clash of Clans. Но в игру Бумбич я играю чаще всего и она мне больше нравится, и поэтому первые видео будут именно по этой игре. Давайте перейдем к атаке на сегодняшнего Доктора Террора. Он сегодня не такой уж и сложный и его базы сносятся очень даже легко. Конечно, пройду я не всего, но думаю, первых пяти я пройду точно. Слабак, на его левеле я такими войсками, я уже сносил все семь стадий Доктора Ти. Хотя не каждый раз. Вот он, пятый террор. Я посмотрел на штаб, сколько у него ХП и понял, что одного шока мне тут пройти не хватит. Поэтому я буду экономить заряд и в конце, когда пройду к штабу, я оставлю, кину не сразу три шока, а оставлю один шок, чтобы потом шоковую установку поставить еще раз на заморозку. И сейчас я вам покажу. Несу, конечно, я много потерь. И вот шок кончился, я ставлю на шоковую установку, чтобы она не стреляла. Потому что если она хоть один раз выстрелит, то я понесу сразу много потерь. Вот пятого террора я прошел. Прошел его, конечно, с натяжкой, было очень тяжело. Но думаю, пройду, может быть, через шестого. Сейчас посмотрим. На самом деле, а тачит хорошо. Статуи, в принципе, хорошие тоже. Немножко волнуется на камеру, но это его первое видео. Вот такое вот было первое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А скоро будут новые видео по этой игре. И до новых встреч. Пока. Всем привет, с вами Шторма. Воу! Мои подписчики возликовали в видосе про Школы Бичеров появился Шторма. Но успокойтесь, никого я особо засирать не буду. Так посмотрим, какое у него первое было видео по Бумбичу с голосом. Начну, наверное, с полковницы Гирхард. Очень многие ютуберы начинали снимать или Доктор Ити, или Гирхард. В принципе, я тоже с Ти начинал. Ну, там кто-то у меня пуляет, я пару девочек теряю. Ну, в принципе, это не важно. Кстати, вот эту атаку я очень сильно зафейлил. Я начал выёживаться и кинул... Зачем я кинул три пачки критеров, я так и не понял. И мне вот, вот здесь, мне одного шока не хватило. Вы можете смотреть, как сильно меня покосило. Если честно, в 2015 году он реально шоки бросал очень хреново. Можно было бы здесь в три шока всё абсолютно зашокать, и не надо было даже в четвёртый. При том, что если учесть, что он играл с модом, вообще непонятно. Буст даётся на три часа. За три часа я успеваю, в принципе, сделать все свои дела. Но девочки имба, и ими умею на данный момент играть хорошо только я. В общем, вот так вот получилось. Блин, честно говоря, никогда ничего не комментировал. И как-то мне тяжеловато всё это делать. Немножко напрягаюсь. Ну, ребята попросили сделать с комментариями, но я и сделал. Вас всё равно, скажем так, разъебут. Вау! Вот что, в 2015-м курил и ругался матом? Вот я, например, я вот не 49, я уже 50-й уровень, и я неспокойно, но брал, например, и 62-е левелы, и 63-е левелы я брал. Квартиру Шпака вы брали? Шпака? Да! Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал. В первую очередь нужно качать лодки, дым, девочек, Тора. Девочки Тора. Девочка Пай, рядом жиган и хулиган. В общем, пойду, немножко проатакую я огневиками. Говорю сразу, огневики это имба. Ну, всех я тащить не буду, не знаю, вот, например, пройдусь я по мобам. Бля, имба и пройдусь по мобам? Две вообще разные вещи. Фу, чуть один огневик не умер. Вот этот падла. Ну, давайте набросимся на какую-нибудь базу уже настоящего игрока. Так, давайте выберем не сильно мощную, ну, какую-нибудь, я не знаю, давайте, давайте, давайте. Вот, есть 51-я, давайте на неё пойдём. Конечно, давайте выберем самую слабенькую базу. Ладно, то, что мы её затащим, это 100%. И потеряем 3 огневика, при том, что до этого они были имбой. В принципе, да ну их нахер, этих огневиков. В прошлый раз я оттачивал огневиками, зачистил всю карту и не потерял ни одного. Несостыковочка в показаниях. Всем привет, с вами Павел Шампанов и это игра Boom Beach от создателей Clash of Clans. Итак, давайте познакомимся с этой игрой. Это будет видео посвящено, как бы, первому взгляду на эту игру. Посмотреть вообще, что она из себя представляет. Это Павел Шампанов, у него уже 700 тысяч на канале подписчиков. Правда, не по Бумбичу, конечно, а по Рояльчику. Но раньше он пытался хайпануть и тоже на Бумбиче. Но, если честно, я к таким видосам очень скептически отношусь, когда чувак начинает снимать видосики, а сам даже не разобрался, что к чему. Да, конечно, я согласен. Давайте построим башню снайпера. Нам нужен часовой. Давайте, давайте построим. Вот нам показывают стрелочкой на молоточек и мы выбираем башню снайпера. Так, вот можно, глядя на эти клеточки, наверняка перетащить. Так, что-то у меня не получается перетаскивать. Наверное, нужно нажать на галочку и там уже дальше как-нибудь сможем что-то поменять. Так, башня снайпера, первый уровень. Дозорный засек, вражеский корабль. Итак, ух ты, кто это к нам появился? Я лейтенант Хаммерман из Стражей Тьмы, сказал этот чувачок. Эти острова принадлежат нам. Мы сокрушим твою жалкую базу. Конечно, база у меня явно жалкая. Там, кроме башни снайпера, толком ничего нет. Будем надеяться, снайпер отобьет атаку. Ничего себе, один снайпер сможет отбить, посмотреть бой. Ну что ж, смотрим. Он все 30 минут будет зачитывать просто диалоги и везде, где будет видеть текст. Он просто будет все 30 минут пытаться прочесть все, что написано в Бумбиче. Это настолько жестко. Хотя... А может он снимает для детей 4 лет, которые не умеют еще читать? Точно. Я могу приближать, поближе посмотреть, все это как выглядит красиво. Давайте нажмем на монетку. Вот 15 монеток взяли и дощечек 15. Лисобилка у нас, значит, есть штаб, резиденция и как раз башня снайпера. Точно, для роялистов. Вот почему он сплыл по рояльчику, потому что там такие видосы нужны для даунов. Ладно, шутка ниже пояса. Итак, войска готовы. Теперь давайте пойдем в бой. Потерь нет. Ура-ра. Это видео идет 30 минут, но настолько нудного и долгого видео я не видел. Но одно не отнять. Реально снимает он с позитивчиком. Тайник. Снимем ваши ресурсы в безопасности. Вот тайник наверняка это нужная вещь. Я хочу, чтобы были ресурсы в безопасности. И вот братья-снайперы, сделаем разведку. Вот именно на этих моментах можно четко определить психологию человека, как работают психологи. То есть вот чувак очень сильно очкует и очень сильно перестраховывается. Строит первым зданием тайник и идет сразу не в атаку, как все обычно нажимают, кого я смотрю, как я делаю, а идет через разведку. Игра, в принципе, мне действительно понравилась. Давайте посмотрим манговое дерево и что это означает. Удалить за 600. Давайте попробуем так и сделать. Удалить за 600. И дерево сразу же удаляется и нам прибавляются вот эти вот деревяшечки. Я так понял, 30 минут читать ему очень сильно понравилось. Ну что ж, всем удачи, хорошего настроения. Всем пока. Всем привет, с вами Базя. Я бы сказал Базя Дриш, потому что сейчас он Харю отъел, дай бог. Но на самом деле он сейчас начал вести влоги о спорте, так что возможно скоро придет нормальную форму. Поиграть игру бомбить, потому что многие из вас в нее играют. А вообще в нее играет 50 миллионов людей. А я впервые в нее зашел, вот с Аней, и мы видим такого чувака. И снова 30-минутное первое впечатление об игре. На тот момент игре уже пошел третий год, и снимать такой видос, ну это реально бред. А я девочку хочу. Какую? Вот эту? Внизу. Вот эту? Нужен штаб 20 уровня. Ох уж эти девушки, сразу подавай все и сразу. Хопа, побежали. Кэп, 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 кэп. Полетел. Ха, видела, эту штуку можно отпускать, вот эти штучки где-то брать. И можно стрелять прям с корабля, во. Прям, а куда бомбануть-то? Вот сюда, смотри, берешь, летит ракета и... Как ты ракета? На самом деле, вепка это вещь. Иногда просто прикольно смотреть за эмоциями людей, как они вообще играют в игрушки. Это топ. Вот, посидеть, смотри, да, посмотрим. 65 уровень. А мы второй. Ах ты, е-мое. Ого, линь, какие у него корабли крутые. Офигеть, а где-то вот такая нерка, которая перевозит, да? 22 уровня, все 22 уровня. Офигеть. Клесные. Пушки по краям стоят, здесь какие-то. Ой, какая прикольная. Шухолая столовка. Прикольная какая-то штука непонятная. Воины вот какие-то. А вот которая сбоку мигает, что-то. А вы, ребят, напишите, какие вы уровни в этой игре. Ну, то есть мы второй уровень, вот чувак 65. Ну, а вы напишите, какие вы уровни. Ля, прикольно, у него остров такой красивый. А у нас такой же красивый. Ну, я не знаю. Мы приблизим. Ля, не-не, они улучшают что-то. Чуваки прикольные. На самом деле, я примерно с таким же открытым ртом рассматривал этих 65 игроков, когда только-только начал играть. Это какие-то эти. Это шедевры, видишь? Урон войску прибавляет. Этот заряд этому прибавляет. Этот скорость. Ну, то есть это... Какие шедевры? Написано шедевр. Написано шедевр. А то, что это статуи, не надо. А вот строители... Сейчас будет квест найти строителей. Добавят золото. А где строители? Строители вот. Нет. Не знаю, это нет. Смотри, давай посмотри минутку. Так строителей нет. Только один строитель. Получается. Поддержка. Скульптор. Оружейно. Так, найти подвоем стаковище. А нет, ты представляешь? Один только. Блин, ну это не круто. Если честно, как бы плохо он в игре не играл, но ведет он реально хорошо. И ведет стримчики, и ведет видосы реально хорошо. Всем привет. Именно качественные. Без воды, без всякой рассусольни, без этой херни непонятной. Я просто пытался дать материал, как бы я хотел видеть у других ютуберов. Но в принципе все. Видео получилось достаточно взрослым, достаточно серьезным. Если честно, не таким, которым вы привыкли обычно по моим школам вечером. Но ничего не мог сделать. Взрослые люди пытаются показать себя тоже взрослыми, как в принципе и я. Но если вам видос все-таки понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.